Ну, креститься не буду, потому что я баптист. Баптист? Баптист тоже человек, тоже суда Божие ждёт. Я им показываю здесь, я говорю, скажите, что это за книга? Ну, мне отсюда не видно отсвечивание. Не видно? Ну, Библия. Библия, полная Библия. У протестантов, сектантов 66. То есть они православную Библию взяли, 11 книг вырезали. На каком основании? Ни один прямо не говорит. Можно, можно, можно. Можно один вопрос? Да. Точнее, просьбу даже. Только не уходите внезапно. Вы что, хотели сказать? Да. Да, пожалуйста. Поближе к микрофону только что было. Чтобы вы помереннее говорили. Хорошо. Как-то вы торопитесь. Я с радостью вас послушаю. Я 56 лет. Занимаюсь с разными людьми. И почти всегда с сектантами, с еретиками, с баптистами. Как протестанты. Как они понимают. Вот у меня здесь зашел американец один, Джастас Уолкер. Ну да, Уолкер. Тут называют молочник смеющийся. Из Америки приехал. И он у меня здесь в доме был. Можно отдельного вопроса? Джим, ко мне. Иди сюда. Как вы думаете, вот... Вообще, я по-библейскому не должен держать псину дома? Не правда это. По-библейскому как раз она и должна быть дома. Псы едят крохи, падающие со стола, Христос сказал. А столы-то не на улице стоят, а в комнате. Ну, вы считали про это? Когда там Хананьянка просила исцелить дочь, он сказал, нехорошо взять хлеб. Это ветхий завет. А какая разница? В Новом Завете ничего не изменилось относительно плоти. Так же борода, так же глаза. А почему вы так нервничаете? Повторите, что-то плохо так слышно. Почему вы так нервничаете? Почему так? Что? Нервничаете. Нервничаю? Да. Учего у меня нет, то ни один человек этого не видел. Я просто говорю то, что есть. Мне нервничать ни по чину, ни по возрасту не положено. Я просто обычный человек. Вот смотрите, вы сказали протестант. Я спрашиваю с протестанта. Я не сказал, что я протестант. И все что-то пьют и едят. Вы пока говорим, можете не пить, чтобы нам интересно поговорить? Да, пожалуйста. Поставьте это все, пусть оно лежит. Не все равно наливайте. Это люди пытаются огонь блуда внутри залить. Здесь что творится на рулетке, только в Содоме и Гаморе было. И его сейчас такая же. К сожалению, в Содоме и Гаморе было бы совершенно по-другому. Вот я беседую с Баптистом. Я говорю, вы Библию-то читаете, Аня? Я знаю, что считают. Да, считаем. А кто канон составил? Какой канон? Ну, какие книги в Библию-то включили? Кто это? А при чем тут? Они не знают. Я говорю, Евангелие... Вот у меня тот же самый вопрос. Евангелий было 20. Почему, если из Екиль две главы включили, а третьи не включили? Я говорю, 20 Евангелий было. 20, не 10 даже. А 4 осталось. Почему? Не знают. Где Евангелие? Священный Симон. О, это первый собор был апостольский. 85-е правило. Они не знают. А кто там были? Там не было баптистов-сектантов. Там были только православные. Вы вошли в чужой труд. А теперь вы на русском языке считаете. Кто перевел? Тоже не знают. А перевели в 1876 году 4 духовные академии. А вот теперь вы не отключайтесь. Мне потому что очень интересно всегда любое мнение человека, который взрослый и у него больше опыта, чем у меня. Третье языки не включили. Ветхий завет, походу, вот по нему вот всеми ногами буквально прошли. А Ветхий завет, это что, уже ушел? А ведь от Ветхого завета прошел Новый завет. Вот я теперь отвечаю вопрос. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Христос говорит, исследуйте Писания, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Когда Господь говорил на земле, ни одного Евангелия не было. Евангелие... Вопрос задали, выслушайте. У меня очень тяжелые наушники. Можно спокойно говорить? Ну, примерно как я. Ну, не могу я так языком заплетаться-то. Ну, что, я же не с похмелья и не наркоман. Я говорю быстро так, как с кафедрой студентам говорю. Как веду радиопрограммы. И никто замещание не делает. Я понимаю, но не так громко. Можно чуть-чуть потише? Видите, когда не слышно, то плохо, что не слышно. А когда громко, там можно уменьшить. А когда стихо, то нельзя увеличить, потому что на пределе есть. Ну, вот вы почему-то нервничаете, а я совершенно спокойно говорю. Я разговариваю с сектантами, когда, с разными. Я задаю вопросы, которые они должны все знать. Они ни один не знают. Вы вышли в чужой труд, и при том неблагодарные. Вы против церкви воюете. А вы не церковь. Церковь основана была... Против какой церкви я воюю, если я... А вы почему перебиваете, если вопрос задан? Против какой церкви я воюю, если я... Да я не с вами говорю, а вам говорю. С сектантами как разговаривать. В 27 лет я только пошел и именно крестился. В сознательном возрасте. Ну и что? Во что крестился-то? Во Христа. Но какие слова говорили-то вам, когда крестились? Какие слова говорили? Кто крестил вас? Ну, давайте один момент. Вы коснулись, ладно, о Библии не слушаете. О крещении. Вас крестил кто? Баптист? Друг. Ну, друг он баптист или православный? Православный. А вопрос другой. А если сектанты, у них и право не открестить. Они не церковь. Я ему где-то минут 15 рассказывал. Точнее, исповедовал. Ну, правильно. У нас очень серьезный подход. Я вот занятия вел в пяти университетах. И мы готовили к окрещению 500 часов подготовка. 500 часов. Вот если зайдете на наш YouTube, называется «Восвитие Библии». 14 700 роликов. Там показаны занятия в университете, как деревню православную строим сейчас. Как действует православный детский лагерь. Я его начальником был, как директором. 45 лет. Как вас зовут? Повторите. Как вас зовут? Меня зовут Игнатий Лапкин. Город Барнаул-Алтай. И когда будете, если по скайпу поговорить, только зарядите. Игнатий Лапкин. Я во всем интернете только один с этой фамилией и именем. Игнатий, у меня к тебе только одна. Очень нехорошая, правда. Это что у меня в руках? Голубка. Голуб. Подожди, подожди маленечко. Не улетай. Подожди, подожди. У меня три голубятни. А это в комнате у меня живут, чтобы варковали тут. Кстати, совсем недавно смотрел фильм. Ладно, тогда. Пересматривал, точнее. Так. Если у вас будет желание, по скайпу можете найти. А если зарядите во свете Библии, то не YouTube, а сайт. Называется сайт. На сайте вы найдете там все, о чем говорим. 50 книг аудио начитанные. Это Библия, творение святых отцов. Мужик. Мужик. Постарайтесь с ума не сойти. Так, всего хорошего. Мы расстаемся. Я ухожу сейчас с Богом. Всего хорошего. Слава Иисусу Христу. Я с Белоруссией, деда. Я с Белоруссией, деда. А я вижу, тут отобразилось, что вы в Белоруссии. Где вы в России живете? Мы проповедуем о Христе распятом и воскресшем. В этом Содоме и Гаморе. И все здесь едят или пьют непрерывно при людях. Такого нигде не найдешь. Ни в YouTube, нигде. И все почти, половина мужиков голая, валяются у дороги. Женщины показывают, трясут, чем не надо. Это Содом и Гаморра. И мы пришли сюда с великим мечом Божьим. Я понял вас. Всем там воздастся. Всем там воздастся. Кто плохое сделал, там всем воздастся. Я сам по себе, сам человек верующий. Правда, меня покрестили очень поздно. В 11 лет. Ничего страшного. Всем воздастся. Ну, там же будет потом спрос. Всем совсем все спросит. Правильно? Правильно. Так надо, чтобы не попасть на левую сторону. В огонь вечный не пойти. Вот для этого-то надо и думать. А не то, что воздастся, воздастся. Это с похмелья только можно говорить. А если ты трезвый, ты скажешь, Господи, прости меня. Он умер за наши грехи, Господь. Освободил нас от грехов. И надо жить для Бога. Не знаю. Сейчас у меня тоже много родственников умерло. Все себя вели плохо. Как всегда, люди умирают. Что говорит священник? Он говорит, отпевает грехи. Правильно? Ну, если кается человек, то ему данная власть разрешить. Священник – это законное. Не сектант, не еретик. Это понятно. Я вообще вам говорю, что я был недавно на похоронах и видел, как это все делается. Я был, короче, в крематории. Человека решили кремировать. Православные запрещаются это делать. Это был какой-то безбожник, еретик. Ну, я считаю, что он сам захотел. Он сказал, говорит, не хочу, чтобы меня черви ели. В огне сгорит, а черви не ели. Что в землю, это Господь Адаму сказал, прах ты в прах возвратишься. А в огне только люди, которые в аду будут гореть. Они уже заранее знают. Ну, а что еще делать? Не знаю. Да ничего не надо. Ну, захотел и захотел. Также прах поставили в этом, и все. Прах стоит. Ну, ладно. Так. У вас вопросы есть какие-то? Спокойно. Я просто скажу, вы нормально все, дед, как обычно, нормальный мужчина. Вы... Хорошие люди. Вы белорусы – хорошие люди. Вы православные считаетесь? Да, я в темне. Я, правда, в один... Меня в один слез покрестили. У меня вот даже, смотрите, у меня даже умеют... Ну, ладно, ладно. Это я понял. А почему бороду бреете вы? У католиков научились? Я бороду... Вообще у меня борода... У меня борода не идет. У меня вообще не идет. А как не идет? Как вы узнали, что она даже ногами ходить? Или как? Нет, вообще мне борода не идет. А как вы узнали? Вот, смотрите. У меня жена, у меня жена есть. Только без ругани, чтобы было без ругани, спокойно. Так, смотрите. Бог сотворил человека, а человек говорит, а мне не подойдет? Ничего, блин, людей пугаете. А еще, что вы валяетесь-то? Почему среди бела дня? Новости посмотрел. У меня депрессия. У вас депрессия? Это жир плавится. Лишний жир, он вам инфаркт и инсульт даст. Сядьте прямо. Это тромб один в голове и все. Да я знаю все сам. Да я же только вот переворачиваюсь, то я медленно переворачиваюсь. Ну так еще бы такую тушу переворачивать, это надо думать. Какую тушу? Я нифига не толстый. Так, ну давайте посмотрим. Какой рост у вас? Рост? Метр восемьдесят восемь. Метр восемьдесят восемь. Вес какой? Ну, где-то около восемьдесят восемь. А, нет. Ну, девяносто, я думаю, не будет. Ну, вы не знаете, это плохо. То есть, если ваш рост метр восемьдесят... Метр восемьдесят восемь. Метр восемьдесят восемь. Метр восемьдесят восемь. Хотите быть нормально, сто пять отделяйте и получится ваш вес. А остальное можно убрать. Да, у меня в школе, там, как-то в школе, там у физрука, в общем, такой прибор был. Он измеряет. Вот то, что вы говорите, вот сто пять, а там вот прибор, там наводишь рост, наводишь вес и показывает норму или типа обширение. Ну ладно. У меня все равно хорошо было. Я не об этом, просто к слову пришлось сказать. Надо это тело беречь свое. Оно называется храмом Бога живого. Господь вселюсь, говорит, и буду опитать их с Отцом Небесным. Храм. Вот как надо беречь, как храм. Интересно. Вот. Что спряталось-то? Что спряталось-то? Ну? Вы почему без платка-то? Чего? Да, платок-то почему не надеваете? Да, платок-то почему не надеваете? Зачем? Женщина должна быть в платке. Женщина. Вон, видишь как. Добрый день. Во славу Божию. Надо верить тому, что Господь нам говорит в священной книге, которая называется как? Библия. Библия. Здесь ответ на все вопросы. Надо верить. Ходить в цитую православную церковь. Помолимся. Да не надо, ну, верующий человек. Да. Извините. Отлично. Это. Продолжение следует... Продолжение следует...